Добрый день! Сегодня я хочу рассказать вам про данный SSD диск Radeon 60GB R3 Series. Значит, данная фирма, она, конечно, более известна своими другими устройствами, а не твердотельными дисками. Но вот сейчас она почему-то решила их выпустить. Ну, как бы расширить зону влияния своего бренда. Для чего я решил купить данный диск. То есть у меня был старенький такой ноутбук 2011 года, который я подарил тёще, которая у меня в Красноярске. И она его использовала несколько лет, и он забился пылью у неё. И поэтому пришлось его обратно привезти в Москву для того, чтобы почистить. Вот. И понял я, что традиционный жёсткий диск уже не совсем как бы меня удовлетворяет, потому что он жужжит, шумит, притормаживает. Ну, в общем, это уже не современное решение. Поэтому я уже с учётом своей работы с SSD-дисками решил купить, ну, апгрейдить данную систему. Значит, на самом деле очень просто. В ноутбуках внизу есть такая крышечка, снимается она и вытаскивается оттуда без каких-то дополнительных инструментов, кроме обычной крестовой отвертки. Старый жёсткий диск. И на его место вставляется твердотельно. Значит, вот так вот выглядит упаковочка. И здесь внутри вот есть диск. Здесь уже лежит, на самом деле, вот старый жёсткий диск, в котором что-то там вращается со скоростью 5400 оборотов в минуту. Вот, хороший Western Digital, но он и потребляет электроэнергии больше, чем SSD. Как я уже говорил, шумит. И главное, у него время оттыка 12 миллисекунд. А у SSD оно там 0,2 миллисекунды. Соответственно, намного быстрее какие-то операции выполняются. Значит, что касается вот этой характеристики этого диска, Radeon, они не самые выдающиеся. То есть, это бюджетное решение. Стоимость данного диска в магазине online-trade.ru была 2370 рублей. Вот, но у меня была скидка 30%, потому что я размещаю вот такие вот видеообзоры, отзывы, и мне даются он бонусы. И вот до 30% стоимости покупки я могу оплачивать этими бонусами. Поэтому диск не обошелся, что-то такое там 1650 рублей примерно. Вот, и бесплатная доставка на пункт выдачи, который находится рядом с моим домом. Вот, то есть, это очень выгодное предложение. Поэтому, выбирая более, если вы хотите ставить на более какие-то современные компьютеры и SSD-диски, то, конечно, берите объемом от 120 гигабайт. Вот. У них, как правило, за счет более высоких характеристик, по скорости записи. Дело в том, что у меня старый ноутбук, он, естественно, поддерживает только SATA 2. Скорость до 300 мегабит в секунду. А SATA 3 может поддерживать до гораздо более высокие скорости. Там, в 2-4 раза больше. Соответственно, поэтому я не стал покупать какой-то дорогой диск. И ограничивался таким вот диском всего лишь 60 гигабайт. Вот, буквально, сегодня вытащил из ноутбука старый жесткий диск, поставил новый твердотельный. И поставил на него чистую Windows 7. И заново там поставил еще Office, еще какие-нибудь там небольшие программки. При этом старый диск я вытащил, но его можно, так как у меня там грядятся какие-то, может быть, фотографии и так далее, его можно вставить вместо вот этого DVD-привода, который уже особо никем не используется. Как это происходит? Можно купить, например, на Алиэкспрессе где-то рублей за 200, либо в Москве, вот здесь, в интернет-магазинах за 400-500 рублей переходник, и туда прям будет вставляться вот этот вот SSD, твердотельный там или жесткий диск. И вы можете, даже если вы не хотите ничего там разбирать в компьютере, использовать вот такой переходник и подключать вместо DVD-привода жесткий или твердотельный диск объемом, размером 2,5 дюйма. Вот это очень удобный способ. Там буквально, там может быть, один бинк потребуется открутить у вас. Вот, то есть там все просто. И существуют также программы для клонирования, да, то есть если вы не хотите заново перестанавливать все программы, вы можете поставить одну из программ, которая вам практически в автоматическом режиме перенесет вашу операционную систему со старого диска на новый. Вот, и у вас все настройки сохранятся, если у вас установлено много программ, и вы не хотите заново возиться с переустановкой операционной системы всех этих программ, то вы можете по такому способу пойти. Как клонирование. Что еще можно добавить, что, опять же говорю, что показатели средние. Вот сейчас вот открою на, у тебя на диске C, тесты. Вот, и расскажу вам, какие результаты. Результаты следующие, что максимальная скорость кэширования, да, она составляет 122 мегабита в секунду. А скорость, соответственно, линейного, то есть чем меньше блоки, тем хуже они читаются. Вот, поэтому более продвинутые диски, более дорогие, большего объема, они позволяют достичь скорости где-то в полтора, еще в два раза больше. Но по сравнению с обычными жесткими дисками, безусловно, вы почувствуете выигрыш скорости. Вот, спасибо большое за внимание. Надеюсь, что данный обзор был вам полезен. Продолжение следует... Продолжение следует...